Здравствуйте, товарищи! В прошлый раз мы рассматривали вопрос о классах, а сегодня у нас тема «Государство». Значит, к вопросу о государстве мы пойдем не от определения того, что такое государство, а от, собственно, самой классовой борьбы. Если осуществляется классовая борьба, если появились классы, то среди этих классов один оказывается господствующим, другой класс оказывается подчиненным. Так было исторически. Причем господствующим оказался впервые рабовладельческий класс, а подчиненным класс рабов. Спрашивается, кого было больше, рабов или рабовладельцев? Я думаю, всем понятно, что рабовладельцев было намного меньше, чем рабов, а рабов намного больше, чем рабовладельцев. Поэтому задача, которая стояла перед классом рабовладельцев, его классовая задача состояла в том, чтобы обеспечить себе собственность на этих рабов и полное подчинение рабов, поскольку рабы рассматривались как некие предметы, которые завоеваны, которые не имеют никакого права на жизнь, и с ними можно делать все, что угодно. Они обязаны работать, ни на что не претендовать. Любого раба можно в любой момент убить. И это право любого рабовладельца. Почему? Потому что это как бы противник, которого захватили, и противника можно было сразу убить, а можно подождать. Так что каждый, кто имеет рабов, это он имеет тех противников, которых в любой момент можно убить, потому что они противники. Но можно и подождать с этим, пусть они пока поработают. Вот картина, которая сложилась после того, как появился класс рабов и класс рабовладельцев. Рабы – это говорящие орудия. Но так думают рабовладельцы. Сами это рабы так не думают, потому что рабы – это были воины. Рабы – это были, вполне возможно, достаточно высокопоставленные вожди. Искусные в самых разных делах, и в том числе и в военном деле. Поэтому как малое количество рабовладельцев может удержать в повиновении такое большое количество рабов? Причем, как оно может сделать так, чтобы убежавшие рабы возвращались тому, кто является хозяином этих рабов, чтобы принимались необходимые меры против всякого рода попыток совершать восстание, противиться воле рабовладельцев и так далее. Причем самые просвещенные философы того времени, самые просвещенные деятели науки и культуры того времени, а время – это время расцвета, и науки, и культуры в Древнем Риме, и в Древней Греции, они все считали это естественным делом, и все к этому относились совершенно спокойно, что вот есть люди, о людях они пишут, об их делах они говорят, а что касается рабов, то это не люди, это люди, которые не имеют никаких человеческих прав, а представляют собой просто говорящие о роде. Ясное дело, чтобы решить эту классовую задачу, решить задачу удержания в подчинении правящему классу, класс подчиненной, необходимо создать специальную организацию. Какую? Организацию вооруженных людей. Вот эти вооруженные люди должны заниматься только одним. Они должны держать в повиновении рабов, готовиться к возможным восстаниям, подавлению этих восстаний, ну и иметь соответствующую структуру для того, чтобы управлять общими делами рабовладельцев, чтобы управлять в интересах класса рабовладельцев. То есть, как только прекратилось существование на земле первобытного коммунизма, как только установилось рабовладение, правящий класс создал специальную организацию силы, организацию насилия для осуществления своих классовых интересов. Как называется эта организация? Вот я вас и спрошу, как называется организация силы, организация насилия для осуществления интересов господствующего класса и обеспечения его господства над подчиненным. А? Не знаете? Это очень даже приятно. Потому что когда зайдешь вот с этой стороны, то некоторые знакомые слова сразу в голову не приходят, потому что если слова заочивать, то ничего не остается обычно в голове, не знаю, какая у кого память, вот у меня памяти механической нет. Поэтому если это не выведено как-то логически, если это не обосновано, то это никак и не удерживается. Значит, вот такая организация силы для обеспечения интересов господствующего класса называется государством. Государством. Если бы я по-другому поставил вопрос, что такое государство, мне бы начали рассказывать, как я это вот знаю уже, поскольку я в разных всяких группах преподаю и на разных факультетах, что, я сказать, это вот территория, или это страна, и так далее. Хотя иногда в этом смысле тоже берут. Государство – это не территория и не страна, хотя это организация на определенной территории и в определенной стране, но это организация силы для обеспечения господства правящего класса. Спрашивается, если господствующий класс создал себе такую мощную организацию силы, которая расправляется со всякого рода попытками свергнуть свою власть. Мы знаем, что было очень мощное восстание Спартака и, как вы понимаете, и Спартак был уничтожен, и эта большая, так сказать, война, которая была против рабовладения со стороны рабов, закончилась поражением. Но и память об этом осталась, в том числе и в наших, так сказать, некоторых спортивных кругах, где есть команда Спартака и одна, и вторая, в разных видах коллективной какой-нибудь командной борьбы. спрашивается, а ограничен ли класс правящий в чем-то, если он создал свое государство? Вот законы ограничивает правящий класс или нет? Вот это же демократические государства были, да? Ну, такая интересная демократия была, потому что демократия – это вроде бы как по определению, по буквальному филологическому пониманию, это демократия, демос – это народ, кратия – это власть, власть народа. То есть, как бы, это власть большинства над меньшинством. Но что здесь большинство? А большинство имеется в виду большинство рабовладельцев, а меньшинство? А меньшинство рабовладельцев. А что касается рабов, они вообще не люди, они говорящие орудия, и поэтому они в народ не входят, о них разговора нет. То есть, если мы, у нас представление о народе другое, если мы берем всех трудящихся, или всех жителей, или всех, кто на этой территории располагается, то получается, что вот эти демократии, и греческая, и римская, это были демократии, представляющие собой власть меньшинства. Причем, довольно глубокого меньшинства над громадным большинством народа. Вопрос о народе тоже претерпел изменения. Если народ раньше понимался, ну, как бы, это все, то постепенно сложилось такое понимание и закрепилось уже в науке, что народ – это трудящийся. То есть, непосредственные создатели материальных благ. Вот рабы являются непосредственными создателями материальных благ, а рабовладельцы не являются создателями материальных благ. Поэтому народа вообще, строго говоря, народ, строго говоря, не только не был там властью, но и вообще народ не считался за людей. А за людей считались те, кто не является народом. И вот те, кто не является народом, обеспечивали свою власть над теми, кто является народом. Вот это вот греческая и римская демократии. Так кто создает законы этого государства? Какой класс? Вот там… А? Получается, что законы создает буржуазный… Простите, правящий класс, правильно? То есть правящий класс, рабовладельцы Греции создали законы, а потом рабовладельцы Рима. И вот мы сейчас говорим о римском праве, что это, так сказать, источник вообще права, что надо это изучать, надо на это опираться, и это изучают, и на это опираются, но мы должны при этом помнить и понимать, что сам-то правящий класс этими законами никак не был ограничен. Так или не так? Ну, если я принимаю законы, я ограничен или нет? А вы исполняете. Я ограничен, если я принимаю законы, устанавливаю? Нет, я не ограничен. А вы ограничены. И наоборот, вы принимаете законы, а я в этом не участвую. Вы ограничены законами? Нет. Тогда вы представляете собой власть, которая не ограничена ничем и никакими законами. Вот я теперь задам вам вопрос. тоже из той же оперы, когда к знакомому пункту, к знакомому термину мы подходим с незнакомой стороны, и тогда вот как-то, может быть, не сразу понятно, что это такое. Как называется власть, не ограничена никакими законами? Тоталитаризм. А? Тоталитаризм. Как? Тоталитаризм. Тоталитаризм. Тоталитаризм, я должен сказать, что это многозначное такое понятие, которое никакого определенного смысла не имеет, потому что тотал означает, что целое. целое или полное. Вот если все накормлены, то это тоталитаризм. А если некоторые накормлены, то это не тоталитаризм. Если у всех бесплатное обучение, то это тотальное. Тотальное обучение. Всех обучают. А если у кого есть деньги, все обучаются, у кого нет, проходите, вы свободны. То это не тотальное обучение. Если, скажем, медицинское обслуживание бесплатное, вы заболели, вас лечат. Вас не спрашивают, сколько у вас денег. Есть у вас деньги, нет у вас денег, вас лечат. Это тоталитаризм. А сейчас не тоталитаризм. Если у вас насморк, то вам говорят, идите и купите лекарства, и вылечитесь. А если у вас что-то серьезное, то ищите друзей, знакомых, родственников и так далее, потому что операция будет стоить 150 тысяч. Это точно не тоталитаризм в этой области. То есть тотальное, это всеобщее, полное и прочее. Тотал. Поэтому вот эта многозначность термина, она, можно сказать, противостоит той традиции иметь точные научные термины, которые определяют смысл того, о чем говорится. Вот если власть не ограничена никакими законами, я сейчас скажу, и вы со мной согласитесь, потому что на самом деле вы это знаете. Власть не ограничена никакими законами, называется диктатурой. Слышали такое? И она совсем не мягче, чем тоталитаризм, еще круче это слово. Правда? Еще грубее, еще сильнее. Диктатура. А что такое диктатура? Это власть, не ограниченная никакими законами. И вот мы уже получаем с вами некоторый вывод, некоторое заключение. Мы с вами рассматривали, что такое государство, что государство – это организация силы для обеспечения, повышения, для обеспечения подчинения господствующему классу, класса подчиненного. При этом господствующий класс ничем не ограничен, никакими законами. А раз он не ограничен никакими законами, мы получаем какой вывод, что всякое государство, всякое государство – это диктатура господствующего класса. Вот этот вывод, он, с одной стороны, очень простой, абсолютно простой. Вот мы, как я, элементарно вывели вот в вашем присутствии вместе с вами. А с другой стороны, сказать, что это все понимают, это было бы неправильно, потому что большинство понимает под государством, все только не понимает. И не понимает, что всякое государство есть диктатура. Ну вот, скажем, мы можем взять, например, наше нынешнее государство. Какое у нас государство? Какого класса? Российское государство – это название нашего государства. А какого класса это государство? Что, рабочего класса? Кристианство? А какого? Высшего. А? Высшего. Ну, высшего. Какое высшее у нас? Рабочее, что ли? Высшее, наверное, да. А кто? Власть. Ну, как высшее. Понятно, нет. Власть какого класса? Класс сам по себе не власть. А вот класс может быть при власти, а может быть не при власти. А класс-то какой? Кто в экономике господствует? Какой класс? Сейчас. Значит, есть центральный экономический вопрос, это вопрос о том, кто является собственником решающих средств производства. Вот как называются собственники, средств производства, которые потом нанимают рабочих и ведут хозяйство? Как они называются? Рабоводельцы. Нет, это было тогда, владельцы. Тогда они не нанимали. Как это нанимают? Нанимают, это значит, вам предлагают определенную сумму денег за то, чтобы вы за эту сумму денег продали на время, на время работы, свою рабочую силу, то есть свою способность к труду. Это у нас же не рабовладение и не феодализм. То есть мы далеко уже ушли от той ситуации, когда работники, непосредственные производители материальных благ были орудиями просто. Они теперь сначала освободились от самой страшной кары, от того, чтобы можно было просто убить. И никаких законов, ограничивающих убийство раба, не было ни в Греции, ни в Риме. Но если вы возьмете феодальные государства, можно было убивать крестьянина? Или это законом наказывалось? Нельзя было убивать крестьянина. А что можно было? Можно было сечь плетьми. Женщин можно было бить плетьми при феодализме? По закону. Барин мог сечь? Да. Ну, сам-то зачем ему этим заниматься? Он, есть услуги специальные, специальные организации, как и сейчас, для разных вещей есть разные услуги. Он, не снимая перчаток, направляет туда свою крестьянку. И, как писал товарищ Некрасов, вчерашний день, часу в шестом, зашел я на стену, и там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Это так, как-то вот не так давно и было. Что такое? Когда крепостничество у нас исчезло в России? 1861 год. Ну, вот, нас не так, конечно, нас с вами там не было в то время, но мы это время в литературе, так сказать, представляем себе, читали это все, изучали. А если вы берете буржуазную революцию, буржуазная революция освобождает от личной зависимости. Никто лично, никто лично не может вас заставить что-то делать, потому что вы кому-то принадлежите. Вы никому не принадлежите. Вы хотите, так сказать, продаете свою способность, вы хотите, не продаете. Если у вас есть завод, у вас есть завод? Нету. Значит, вам не повезло. Часто это говорят так, что вы неудачница. А если Рома Абрамович успел, добежал, схватил часть, так сказать, общественной собственности в свое время, он успешный. У него есть и яхты, у него есть и клуб в Англии, и свои проблемы, что вот, видите, там у него карточка как-то на выезд, не в порядке, надо ее поправлять. Вот. У него есть подводная лодка, у него, знаете, как тяжело, когда у вас это все надо же собережать, охранять, обеспечить. Это выглядит как птица свободная. Посидели здесь и пошли куда хотите. И даже никто и спрашивать не может, куда вы пойдете, вот, и с какими намерениями, потому что вы свободный человек. То есть в этом смысле мы должны понимать, что вот буржуазный строй – это строй, который свободы дал, то есть освобождение от личной зависимости дал, безусловно. Другое дело, что это такая широкая свобода, что заодно вы свободны и от предметов потребления, и от всего того, что позволяет вам жить. А есть люди несвободные, у которых есть заводы, фабрики, у которых есть сельскохозяйственные предприятия, которые производят молоко, мясо, картошку, капусту. И если вы хотите получить все это, хоть какое-то количество, вы что хотите, вообще вам никто ничего говорить не будет, вы вообще никому ничего не обязаны абсолютно. Вы свободны как птица. И как птица можете летать. Но если вы проголодаетесь, вы должны подумать, что вам никто точно так же свободно отдавать, поскольку вы не вправе требовать, чтобы вам просто взяли и отдали какое-то там пропитание. Нет. Значит, вы можете продать. А что вы можете продать, если у вас нет ни заводов, ни пароходов? Вы, так сказать, люди не продаются, потому что люди, это природоводение только продавались. Крепостные, кстати, продавались тоже, но только нельзя было их убить. А продаваться, пожалуйста, с семьей, без семьи, землей, без земли. Прямо вот вместе с партами можно было вам продать, и так вы сидите, только уже у вас хозяин-барин другой. А сейчас нет-нет, никто ничего не может сделать. Вот одна, вот нас тут много, вы защищены всеми законами полностью, буржуазного нашего общества, государства. А у нас университет какой? Государственный. А государство у нас буржуазное. Значит, вот, вы защищены от всяких посягательств на ваши все права и свободы, но при этом, что вы защищены, никто вас ничем не собирается обеспечивать, ровным счетом. Поэтому, если вы хотите кушать, продайте, что у вас есть. А что у вас есть? А у вас есть рабочая сила. А что такое рабочая сила, вы знаете, определение рабочей силы, нет? Можно я скажу? Рабочая сила – это способность к труду, которая у вас есть. А более полно, вот Маркс раскрывал, способность к труду – это совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются всякий раз в ход при производстве материальных благ. Вот есть у вас такая способность, от вас никто не требует, чтобы вы продавали это навсегда. Нет, зачем? Вы продаете там на 8 часов в день. Правда, вы знаете, что не все это выдерживают сейчас, уже и 9 есть, и 10. Ну, у нас строго, если по закону действовать, у нас сколько часов в рабочей неделе? 40. Нет, не угадали. Нет, не угадали. Неделю? Неделю? Нет. Не угадали. Я вам как профессор по кафедре экономики права, эти люди, которые занимаются правом, они страшные крючкодеры, как вы понимаете. Так вот, в законе написано до 40 часов, может 5, может 7, может 8. То есть никто не вправе вас больше 40 часов заставить работать, а менее, сколько угодно. Это вот как вы договоритесь. И в том числе существует такая форма локального нормативного акта на предприятии, который называется коллективный договор. Вот если я у вас, так сказать, собственник средств производства, вы у меня работаете, значит, вы сказали, я не буду у вас 40 часов работать, потому что не хочу. А буду я работать у вас 35, а больше не буду. Но если вы одна будете, я, конечно, вас уволю. А уволю такое слово хорошее. Вроде как вы сейчас были в неволе, а стали на воле. И почему-то люди недовольны, когда они уходят на волю. Вот. Но если у вас таких 300 человек, и все вы так скажете, что мы не будем работать 40, а будем работать 35. Поэтому вот те, кто... У нас право на забастовку. Имеется в России? Бастует? Нет, бастует. Мало ли, убивают, значит, право на убийство, что ли, если у нас убийство есть. Нет. У нас написано в Конституции право на забастовку. Более того, у нас записано, не просто записано, а расписано в Трудовом кодексе не только переговоры, коллективные переговоры между, скажем, работниками в лице своих представителей и работодателям, но и процедура разрешения коллективных трудовых споров, то есть, которая заканчивается тем, что вот идут примирительные комиссии, приглашение посредника, если вы найдете его, если договоритесь насчет посредника, трудовой арбитраж, если договоритесь с работодателем о том, что стороны выполняют решение трудового арбитража, и потом собираете конференцию и принимаете решение о забастовке. Кто определяет, кто руководить будет забастовкой? Забастовщики. Вот коллектив он определяет по закону, строго по закону нашего, по трудовому кодексу. Дешевый, рублей 120 стоит, можно купить и прочитать про свободу забастовок в России. Раз. Второе. Форму забастовки. Вы, например, можете определить так. Бастовать будем так. У нас есть вариант такой, чтобы остановить производство полностью. Это будет по закону. Вы останавливаете производство, а я могу вас всех уволить? Нельзя. По закону в нашем обществе буржуазном нельзя проводить локаут. Локаут это когда всех раз и увольняют. Ах, вы такие? Раз и... Нет. Нельзя. А вы имеете право бастовать. Сколько? Сколько хотите. То есть я могу поинтересоваться, если я ваш, так сказать, хозяин. А сколько дней вы собираетесь бастовать? А вы мне что ответите? Вот скажете 10. А что 10? Значит, я подожду 10 дней, ничего страшного вам. А вы потом захотите кушать. Если вам не захочется больше бастовать, потому что за дни забастовки, естественно, получать вы не будете ничего. Ну, вы же не работаете, так и ничего и не получаете. Хотя, на Западе, вот в некоторых странах по итогу забастовок добиваются забастовщики того, чтобы тот, кто проиграл в этой борьбе, то есть работодатель, вносил соответствующую сумму в забастовочный фонд и выполнял забастовочные фонды. Поэтому есть такие забастовки, которые кончаются требованием. Вот вы хотите, чтобы мы закончили забастовку? Заплатите за все дни забастовки. Тогда закончим. Если не заплатите, мы продолжаем. И вы будете иметь миллиарные потери. Или платите вот за эти дни. У нас это не исключено нашим законодательством. Это зависит от того, как вы канат перетягиваете. Удается вам перетянуть канат, что вы заставили, так сказать, собственника средств производства это сделать или нет. Ну, так или иначе, это зависит уже от ситуации в борьбе. Но есть и такие формы, которые предполагает сам закон, что вы не обязаны вообще делать забастовку такую, что вы будете целый день не работать. Почему? Вот у вас 8 часов рабочий день, а вы устанавливаете забастовку. А, бессрочную. Это значит, что вы будете бастовать, пока не заставите работодателя выполнить ваши требования. Раз. Или пока вы сами не решите ее остановить. Бессрочная. И второе. Забастовка в том виде, что 2 часа в день вы не работаете. То есть так вы к 8 приходили. И уходили, ну, 8 плюс 8 это 16, то есть час обед, в 17 вы уходили. А так вы будете приходить к 9 и уходить не в 17, а в 16. Вот как решит забастовочник, вот конференция. А потом уже, когда забастовка началась, то дальше как решит забастовочный комитет. Только вы не можете с завтрашнего дня изменить форму забастовки. Только за 3 дня. Вот за 3 дня надо уведомить, что уважаемый Иван Иванович, или вот если вы ко мне обращаетесь, уважаемый Михаил Васильевич, информируем вас, что через 3 дня забастовка наша, с которой нас связывает и родная наша забастовка, будет проходить в другой форме. Мы будем уже не 2 часа не работать, а 4 не работать в день. То есть вы будете утром придете в 8 часов, вы в 12 идете. Зачем вам обедать? Вы дома пообедаете до 12 часов и до свидания. А тут корабли подошли, оборудование привезли, а тут материалы привезли, ничего не делается. Потери такие колоссальные. Поэтому вы зарплату за 4 часа получите. Ну, уже ли вы не так жирно будете жить, как всегда? Ну, если вы половину зарплаты получаете, как вы понимаете, на ползарплаты тоже можно прожить. Можно прожить. А вот когда нет зарплаты, долго не проживешь. Поэтому, кто это определяет? Вот забастовочный комитет. Потом он снова может вернуться к 2 часам, к 1 часу и так далее. Или он может сделать забастовку в шахматном порядке. Вот так мы по кооперации связаны все. Я вам, вы им и так далее. А значит, один день вы не работаете, потом он не работает, потом он не работает, потом я не работаю. Весь завод не работает, а зарплату надо платить всем, кроме одного, который в это время не работает. То есть, возможны варианты. То есть, это буржуазное общество. Общество свободное. В каком смысле свободное? Ну, в каком оно может быть свободное? Свободное в том плане, что труд у вас не носит принудительного характера. Уничтожен принудительный характер труда. Если вы у меня на работе, вы у меня не рабыня и не крепостная. И ничего я с вами сделать не могу. А если вы сами, так сказать, никак не организовались и не добиваетесь того, что вы хотите. Ну, это я не виноват. Я не виноват. Некоторые представители сообщества предпринимателей, они так и высказываются. Ну, мы понимаем, что надо зарплату повысить. Ну, как мы повысим зарплату? Вот представьте себе, я у вас, вашу рабочую силу покупаю, да? Значит, кто я? Покупатель. А покупатель заинтересован в том, чтобы цена выросла на то, что он покупает? Ну, вот войдите в мое положение. Ну, как я могу взять и повысить цену на то, что я покупаю? Это какой-то ужас. А вы кто? Вы продавец своей рабочей силы. Ну, вы продавец, так а что? Кто что вы хотите, чтобы я повышал цену того, что я покупаю? Вы повышайте цену того, что вы продаете. Ну, понятное дело, если вы одна будете со мной так, иметь дело, что вы только одна, повысите цену только на свой труд, а вас всего 300 или там тысяч человек, то я найду кого-нибудь, кто вас заменит. А если вы все так сделаете, я никого не найду. И поэтому, ну, если вы хотите, как продавцы, продавать дороже, ну, и продавайте, ну, я-то не могу уже повышать цену на то, что я покупаю. Поэтому, когда спрашивают, а когда нам повысят зарплату? Какой ответ правильный? Никогда. То есть повысить зарплату, и так вот, вся история рабочего движения за все годы капитализма такова, что повышается зарплата только за счет забастовочных действий участников производства, рабочих. Только, исключительно. Никаких других фактов нету. Вот, кстати, пример вам приведу из современной нашей жизни. Сейчас вот бурно обсуждается, что вот некая, значит, комиссия выяснила, что указ президента Путина от 12-го года не исполняется насчет того, что надо, чтобы зарплата педагогов была на уровне среднего по региону. Ну, вот сколько в регионе у нас сейчас в Ленинграде, как вы считаете, знаете, нет? 40 тысяч, примерно. Считается, что 40. Ну, допустим, если у меня 70, и у вас 10, складываем 70 плюс 10, 80, делим пополам, и получается у нас с вами по 40 тысяч на брата, на сестру. Так? Вот. Ну, такой средний цифр мы же с вами знаем. Корова утонула в такой луже, где была средняя глубина 3 сантиметра. Ну, просто в одном углу, там 3 метра было. А дальше тогда большая-большая лужа. И вот так, что средняя была 3 сантиметра. Вот выяснили товарищи, которые этим занялись, что не выполняется этот указ. Да он и с самого начала был мертворождённым. Почему? Потому что никаких средств для его осуществления не выделялось. Вот если я, скажем, говорю, что повысить зарплату, и кто будет финансировать? Ну, кто будет финансировать? Учителям. Если это государственная школа, то государство должно и финансировать. Правильно? Но есть другой способ. Вот. Вы работаете, и коллега ваш работает. Тем более, что вы знаете судьба нынешних выпускников бакалавриата. Вы где можете работать? Как вы думаете? Вы в ВУЗе можете работать, нет? А? Лаборантом. Лаборантом. А преподавателем в ВУЗе можете работать? Нет. Вот мы сидим здесь вот двое товарищей, троих. Закончили. Вы тоже кончили в университете? Трое. Специалитет мы заканчивали. Значит, мы имеем право преподавать в ВУЗе. Поступать в аспирантуру. Как бы я вот здесь преподаю, поскольку я имею право преподавать в ВУЗе. Правда, я и по другой причине имею право, потому что я кандидат наук, доктор наук, профессор. Но это потом, это навороты. Все эти навороты. Но я изначально, как человек, получивший диплом, у меня диплом математика, я имею право преподавать математику. Потом у меня есть диплом историка, диплом политолога, я могу историю, политологию. На этом уровне, как человек, закончив. Спрашивают, зачем это сделали? Ну, я думаю, что не для развития трудящихся, как вы понимаете. Взяли и сэкономили на этом деньги. Зачем пять лет вас содержать? Это надо же кормить нас, нас кормить, преподавателей. Правильно? А деньги выделяются дополнительные на вузы? Как вы это в курсе дела? Нет, как журналист? Я вас информирую, что деньги-то не выделяются. Указ-то написали, а денег-то не дали. Говорят, ну, и как это решается? Вот сидят, допустим, два человека, два преподавателя. Вы и вот он. Что надо сделать, чтобы выполнить указ президента? Или вас уволить, или его уволить. Ну, вы молодая и красивая, а он уже увольняет вас. До свидания. Вы остаетесь. И все. И раз. Так, ну, поскольку это не очень здорово, то не очень выполняется. Но я вам докладываю, что наше доблестное министерство, в котором я имею честь служить и работать, за три года ликвидировало половину вузов страны. Половину. А вы, как журналист, который должен стоять на службе, на службе доброго, хорошего, на сохранении, на пропаганде того, что пропаганда науки, культуры, образования, да? Это задача журналистов? Вот. Люди, как я считаю, журналисты, это люди, которые на переднем крае, так сказать, стоят и бьются за прогресс своими средствами. Кто бьется с помощью, значит, оружия материального, а журналисты с помощью духовного своего оружия, применяя свой талант, вот, и перо, и этим пером, или языком. Или, так сказать, если о телевизионных, так сказать, вы как раз годитесь для телевидения, будете на телевидении выступать с этим. Но пока в этих боях что получилось? Получилось, что половина вузов закрыта. И это считается доблестным поступком нашего министерства. Почему? По какому критерию? А какой у нас самый главный критерий сейчас в буржуазном обществе? Какой? Ну, как вы думаете? А? Приносит деньги или нет? Ну, это да, вас учить одни расходы. Какой смысл у вас учить? Вот посмотреть на наши сейчас занятия. Вы пришли, с одной стороны, с точки зрения самого обучения. Можно сказать, у нас сейчас с вами идеальный случай. Потому что идеальный случай, к которому мы стремились и в советское время. Дойти до каждого, вот до студента дойти, чтобы вот профессор занимался со студентом. Это же хорошо? С учетом ваших потребностей. Не то, что вот на всех одинаково, так люди разные, взгляды разные, подходы разные, образование. Я же спрашиваю, что вы понимаете, что не понимаете. Я приспосаблюсь к вашему, так сказать, пониманию. Вот. Если вы попали в аспирантуру, то как работает научный руководитель, доктор-наук, профессор с аспирантом? Один на один. Правильно? Ну, если это докторантура, то я бы у вас был научный консультант. Потому что, как, может быть, руководителем того, кто пишет докторскую, новое передовое, что выше такого нет, больше никто такого не создал. Ну, во всяком случае. А с точки зрения денег, это один только расход. Ну, что это такое-то дело? Значит, вот занимаются этим, людям преподают, надо это дело прекращать. Денег нет. И в итоге, вот, сейчас так пишут, как будто бы это какая-то новость. С самого начала, с 12-го года, было ясно, что этот указ невозможно выполнить. А что экономически, что у нас прирост какой-то есть? Есть прирост в экономике? Нету. А падение есть? Где-то есть падение. Потом есть рост у одних, значит, у других. Если у кого-то есть рост, вот роста экономики нет, а у меня выросла зарплата, что с вашей должно быть, с вашими доходами? Если у нас один котел, и из этого котла мне начали наливать больше, вы, естественно, получите теперь меньше. Хотите цифры? Называй цифры. Цифры такие. Значит, за 3 года, 14, 15, 16, реальные доходы, трудящихся граждан России сократились до уровня 90,5 процента от уровня 2013 года. Не надо уже сравнивать с там 1913 годом. Вот с 2013 уже сравнивали. Сократились от уровня 2013 года до 90,5 процента. Реальные доходы. Не бумажки, бумажки можно больше напечатать. А вот реально, что вы на эти бумажки можете купить. Ну, вы же понимаете, что у нас инфляция идет. Цены растут, и на то же количество бумаг вы можете купить меньше. И на большее количество бумаг может тоже меньше. Или столько же. В лучшем случае. Заработная плата за эти 3 года 92,5 процента, реальная зарплата, то есть выраженная тоже в продуктах, 92,5 процента от уровня 2013 года. В то же время, за последний год этих лет, 14, 15, 16, за 16 год, количество долларовых миллионеров выросло у нас на 10 процентов. А вы рассказываете, что у нас плохая экономика. Вам плохая. А кому-то и хорошая. А количество долларовых миллиардеров на 11 процентов. То есть, чем человек богаче, тем у него быстрее богатство растет. Если у вас нету такого, ну, так вот оно и не растет. Почему оно не растет? Ну, нет у вас богатства. Вы вроде как сами и виноваты. Но есть и свежие цифры за прошлый год, за 17-й, сейчас же уже у нас 18-й. Количество людей, число людей в России данные все по российской газете. Я как человек официальный, я же у вас, мы же работаем с вами в государственном университете. Какая у нас газета самая, что она есть, вот официальная? Я вас спрашиваю, как журналисты. Вот по российской газете у нас теперь количество людей, которые имеют 500 миллионов долларов и более, выросло на 22 процента. только за 17-й год. Как вот у вас, вот если вы будете на эту тему писать, как журналист, как у вас повернется язык сказать, что у нас плохая экономика? Кому плохая? А кому? Если у меня вот было 500 миллионов долларов, 500 миллионов, то у меня друзей-то прибавилось, как здорово, на 22 процента за 17-й год. И при этом, вот таких людей, как вот вы, которые, я так понял, у вас ни в фабрике нет, ни в заводе, и парохода нет у вас никакого, и парохода нет, что вот с этой, так сказать, с этими людьми такая ситуация, что, ну, конечно, у них не рано. И вам все время объясняют, что кризис у нас. Какой кризис? Ну, просто вот если мы вам будем давать меньше, то вот этим, люди, которых мало, получают больше. А если вам будем давать больше, так это вы же понимаете, что мы тогда получим меньше. Вот и все. Ну, вот возвращаемся мы теперь от этих, от этой экскурсии в буржуазное общество, светлое, в котором мы с вами живем. Возвращаемся мы снова туда, назад, к вопросу о том, что такое государство. И мы с вами еще раз фиксируем, что государство – это диктатура господствующего класса. Если бы я сразу это сказал, это как-то не принимается. Почему это же диктатура? Но диктатура – это власть не ограничена никакими законами. Ну, если у нас господствующие… Это вот правило, оно что, только для того, государство владельческого действует или для крепостнического? Вот феодальный класс, он ограничен какими-нибудь законами? Вот представьте себе, вот вы дворянка, а я крестьянин. Я что должен делать? Хвосты крутить коровом и хлеб делать. Вы иду к вам на барщину. Вы сколько мне барщину дней установите по доброте своей? Сколько? В неделю. Сколько я должен у вас работать, а сколько я могу у себя на участке? Он условно мой, то есть земля ваша, но я там все сам сажаю, сам убираю, там, и вас не волнует, как я там справляюсь с детьми, сколько у меня детей, какая у нас семья, это вас не касается. Сколько я у вас должен проработать? В месяц? Почему в месяц? В неделю? Вот, ну что, побойтесь Бога. Ну, значит, я хочу вас плагетировать, чтобы вы это как-то скорректировали. Вы же хотите, чтобы у вас были крестьян? Много было? Вот будет у меня много детей, значит, если будет у меня много детей, вот они вырастут, у вас будут работники. Что является главным богатством феодального общества? Крестьяне. Чем больше у вас крестьян, тем вы богаче. А если у вас будет два крестьянина, вам руки никто не подаст, это вас ни на один бал не пустят. Вы подумайте об этом, ну, сделайте вы нормально три дня. Ну, я понимаю, что это вас, конечно, сковывает, ну, вам на бал хватит, и на жизнь, так сказать, все заготовлено будет. У вас же все, так сказать, свое, и вам будет, и ягоды будут собраны, и грибы будут собраны, и мед у вас есть в закромах, и мясо есть, потому что у нас одни пасут коров, другие пасут овец, третий коз, все есть, и козье молоко, что вам надо вообще, и рыбу ловят. Нет, вы пять дней, ну, побойтесь Бога. Это такие злобные, неужели такие злобные и сейчас есть эти самые люди, которые так хотят обращаться с крестьянами. Возьмите, пожалуйста, назад это слово. Вот страшные люди какие. Хорошо, что сейчас не крепостничество, и что я не ваш крепостной. Чувство, я вас чем-то разозлил. Вы хотите тут поизмываться надо мной. Ну вот, короче говоря, здесь человек условно свободен, то он может этим заниматься. Но, какие у меня есть права? Никаких. А какие права у господствующего феодального класса? Он ни в какую демократию же не играет. Какая-нибудь есть демократия при феодализме? Нет. Есть вот законы. Это законы какие означают? Что если я убегу, то меня нужно поймать, бить розгами и потом заставлять работать. К вам вернуть. Если вдруг я от вас раз, раз и на второй этаж. У вас меня со второго этажа и сюда снова. Я мог быть крепостной преподаватель у вас? Ну, крепостные поэты были? Шевченко, Тарас Григорьевич был. Крепостной же был неталантливый. Потом были и рабы такие талантливые, которые писали. Айзок был такой, драматург. А вы себе заказали этого самого преподавателя крепостного и пусть он это все преподает вам, что такое государство. А я должен точно преподавать, что это вы имеете все права, а я никаких прав не имею. Вы можете меня прогнать в любой момент. То есть феодальные, вот сейчас некоторые во время особенно выборной кампании очень озабочены. Прозрачные, чтобы были выборы, прозрачные, чтобы честные, да самые честные при феодализме власть. Вы господствуете, находите. А мы, крестьяне, хлеб собираем и вам обеспечиваем существование. Правильно? Это же честно. Все по-честному. Вы благородные. Вы же благородные. Вот. Вы тоже, наверное, графиня, наверное, да? Ну, не ниже. Ну, я думаю, графиня, можете себе позволить прийти попозже на лекцию? Нормально совершенно. Правда? Потому что это вот, это наш брат крепостной, типа этих профессоров университетских, он должен вовремя прийти и так далее. Это раз. Тем более в наше время, когда тут трудно все, у нас и всякие пробки, и ремонты, и так далее. Это раньше я мог сказать, почему это вы не явились? Да сейчас такая трудная жизнь. Если вы явились, я должен вам принести глубокую благодарность, что вы нашли возможность, проявили внимание и посетили наши лекции. И готовитесь к экзамену, который у вас будет 5 июня. А консультация будет у вас 4 числа, и я буду отвечать на ваши вопросы, на любые, какие вы будете задавать в 17.30. Ну вот, поэтому, когда мы берем феодализм, то там вопрос, даже он при рабовладении, он скрыт был там, демократии, какие-то голосования. Какие голосования при феодализме? Никаких голосований. Есть законы феодального государства, которые дают все права кому? Феодалам, помещикам и никаких прав крестьянам. Единственное, нельзя убивать. Вот если вы убьете своего какого-то крестьянина, это нехорошо, вас могут наказать. Ну, не сильно. Ну, это мелочь, конечно, там, убить крестьянина, но наказывать будут. И вот мы приходим, это хорошо брать в историческом ключе, потому что, когда мы приходим снова к демократии, сейчас у нас же как в Древней Греции, как в Риме, да, большинством голосов все решается, выбираем и так далее. Но мы с вами уже просвещенные все-таки люди, и мы знаем, что если выбирают, то существует определенный закон, который нам с вами известен, и об этом у нас в лекциях ушла речь, что общественное бытие определяет общественное сознание. Правильно? Какое у нас общественное бытие? Какое у нас? Буржуазное общественное бытие. Значит, что у нас, какое у нас тогда сознание? У большинства населения что у нас в головах? Неважно у кого, в том числе у рабочих, у других, у представителей интеллигенции. Какое сознание у нас? Пролетарское или буржуазное? Господство в головах. Как вы считаете? Пролетарское при буржуазном строе вы идете против исторического материализма. Исторический материализм говорит, что общественное бытие определяет общественное сознание. Пролетарское это у нас допускается, у нас не исключаются никакие формы. У нас нету запрета ни на какую идеологию. Нету. У нас даже господствующая идеология не записана в Конституции. Хотите, утверждайте, вот скажем, сказали вы, что я вот за пролетарскую идеологию. Я с уважением к этому отношусь. Я не сказала, что я за нее воспринимаю вас, я господствую. Вы думаете, что она господствующая? Тем более, вам никто не может запретить так думать, правильно? То есть, свобода, можете думать как угодно. Но, кроме того, что свобода, мы еще знаем, что является определяющим. Если общественное бытие является определяющим, если экономика является определяющей, то тот, кто господствует в экономике, тот господствует и в идеологии. Поэтому, если в экономике господствуют собственники средств производства, а у вас есть завод? Нету? Ну, так а что вы? Вот. Значит, соответственно, и в идеологии господствуют буржуазные интересы. А почему это так получается? Ну, как вы думаете, вот газеты, у вас есть газеты своя? Вот у меня есть. Правда, я не могу сказать, что я собственник газеты, потому что она выходит довольно редко. Потому что для того, чтобы выпускать регулярно, нужно иметь немалые, так сказать, финансовые ресурсы. И одно время я, у нас, газета была организована так, что для хозяйственной деятельности в виде ООО. А поскольку она была давно, с 91-го года, то у нас в уставе было записано, что у нас первоначальный взнос был 40 рублей. И вот 40 рублей потом оказались у меня в руках почти. 37 у меня и у другого человека, у Фетиса. Два человека, два магната были. У меня 37 рублей, а у него три. Потом я взял и закрыл это вот. И перестал быть капиталистом. Вот сейчас жалею крайне. Вот. Потому что что такое ООО? Это общество с ограниченной ответственностью. то есть можете хоть миллиарды перегонять. Но ответственность, в случае чего, если что не так, в пределах уставного капитала. А уставной капитал сейчас 10 тысяч минимальный для ООО. А тогда было 40 рублей. И вот я расстался с этим капиталом в 37 рублей и перестал быть капиталистом. Теперь я не капиталист. Но газета есть, потому что для того, чтобы сдавать газету, надо, чтобы она была зарегистрирована. Не как хозяйственные какой-то ячейкой, а как средство массовой информации. Вот как средство массовой информации. А издавать может ее, тот, кто оплатил вот этот номер, тот и издатель. Оплатить может общественное объединение, может физическое лицо, может юридическое лицо. Ну, поскольку я являюсь президентом фонда рабочей академии, в скобках фонда содействия обучения рабочих, зарегистрированный общественное объединение, то вот оно является издателем трех газет. Правда труда за рабочее дело и вот это вы же тут за пролетарское дело выступали. Так что давайте пишите, статьи мы напечатаем. И народная правда. Так что вот можно, так сказать, это иметь в средствах массовой информации. Но мы сейчас говорим не о том, что вот может быть, а о том, что является господствующим. Так вот в обществе, в феодальном обществе господствует феодальная идеология, в рабовладельческом обществе господствует естественно, в рабовладельческой идеологии, а в буржуазном обществе естественно, в буржуазной идеологии. При этом ваша идеология не ущемляется. Ну понятно, что вот скажем, телевидение сейчас в руках не отдельных капиталистов, а класса капиталистов в целом. У буржуазного класса России в руках телевидение центральное. Можете с ним соревноваться, можете писать, против, выступать, критиковать. Но, как вы понимаете, силы не равны. То же самое относится к газетам. Вы представляете, тиражи, допустим, той же российской газеты. Ну, у нас есть газета «Коммерсант» доблестного нашего класса в ауразии, который каждый день выходит. И интересная газета содержит данные. Я вот для данных, для лекций всегда беру из этих официальных источников, потому что никто не будет отрицать. Потому что скажут, оттуда вы это взяли. Как откуда? Из больших газет. Это же правильно. Чтобы не было тут спора по вопросу о каких-то данных и оценках. Ну, вот это наличие буржуазной демократии, поскольку голосуют люди в соответствии с тем, что у них есть в голове. Вот если проводятся выборы, то, естественно, на выборах побеждает тот класс, который является господствующим. Причем никаких исключений из этого правила не бывает. Вот руководствуюсь этим, я тут перед этим во время президентских выборов, поскольку интерес возрос к выборам. Я вот делал интервью такое, которое посмотрело очень много человек, сто тысяч. Интервью о том, кто победит на выборах. И я очень так все аккуратно разложил, кто займет первое место, кто второе, кто третье. Могу и вам также рассказать. Потому что это, ну, не так надо понимать, что это равнодействующее голосование. Вот вы, наверное, знаете, что у нас выборы до президентских были парламентские, да? На парламентских выборах кто победил? Значит, в политике, в политике, в политике имеет значение не единицы, не отдельные люди, а имеет значение политические партии. Какая политическая партия у нас победила на выборах? На парламентских. Единая Россия. Единая Россия имеет более половины мест в парламенте. Вот скажите, пожалуйста, те люди, которые голосовали за Единую Россию, это вот электорат, вот они broсят голосовать за Единую Россию и пойдут голосовать за КПРФ. Вы верите в это? Или они вот бросят голосовать за Единую Россию и пойдут за ЛДПРФ? Нет. А ЛДПР, там специфичная аудитория, Там бандиты, дураки, полубандиты, но они все будут голосовать за ЛДПР. ЛДПР специфично агитирует. Вот въедешь в электричке летом, там написано ЛДПР. Там нет никакой агитации, сказать, что вы к нам прицепили. Мы же не говорим голосовать за ЛДПР. Просто написано ЛДПР. То есть она все время на слуху. А почему Жирновский так выступает? Потому что он все время ведет выбранную кампанию. И все время набирает хорошее место. А вы, не знаю, знакомы ли с законом о политических партиях? Он дает возможность тем партиям, которые в Думе набрали больше 3%, во-первых, не собирать подписи за право выдвижения. Просто пришли и указали, кто от вас будет кандидат. А все остальные пусть ходят и собирают, как бегала Собчак. И говорит, что их скучало, что она потратила уже 200 миллионов на то, что было из своих заработанных. На то, чтобы зарегистрироваться. А перспективы у него при этом никакие, кроме собственной раскрутки. Дальше. Дальше. Та партия, которая на парламентских выборах набрала больше 3%, получает за каждый голос 152 рубля. Вот если наша партия, Единая Россия, собрала 2 миллиона голосов. Она гораздо больше собрала. 2 миллиона умножьте, пожалуйста, на 152. Получается 304 миллиона. Денег получает из государственного бюджета та политическая партия, которая потратила деньги на выборы. Ну так она знает, потратила столько, а получила столько. Кто у нас получает? Три партии получают. Четыре. Единая, справедливая, ЛДПР и КПРФ. КПРФ. Все. Вот эти четыре партии, они, во-первых, не собирают никакие подписи для регистрации кандидатов, а прямо список дают и все. Идут прямо в избирательную комиссию. По закону такого. Законы кто устанавливает? Какой класс? Господствующие или подчиненные? Господствующие. Ну так, неужели, интересно, я бы устанавливал законы, чтобы вы победили? Нет, я устанавливаю законы, чтобы я победил. А вы, если установили законы, чтобы вы проиграли, что ли? Ну это было бы очень странно. Но надо реально смотреть на вещи. Ну вот, поэтому. А первое место, значит, Единой России. Теперь, Единая Россия какой класс представляет? Буржуазию. Собственников средств производства. А справедливая Россия? Это оттенок того же самого класса. Тоже. Значит, плюс депутаты от справедливой России. Они как голосовали за справедливой России. Что, они пойдут голосовать за КПРФ? Бросят этих свой, свои голоса за КПРФ? Не пойдут. Дальше идут, идет ЛДПР. ЛДПР, там специфическая аудитория. И, наверное, вы знаете, как ведется выборная кампания. Я как-то однажды в Думе участвовал на слушаниях. И перед тем, как выступать товарищу Жириновскому, я сказал, сейчас выступит Жириновский и скажет. Когда я буду президентом, у нас ни одна женщина не будет работать. Все будут сидеть дома, а работать будут мужики. Только это я сказал, сразу выходит Жириновский и говорит. Когда я буду президентом, у нас ни одна женщина не будет работать. Народ так и грохнул. Или всякие трюки, допустим. Вот вы сейчас сидите, да? А вот у меня здесь стакан с водой. Видели, как вы было? Жириновский взял и спорил с Немцовым и Ружаским в воду лицом. Какая ответственность за то, что я вас облил водой и стакана? По закону какая ответственность? Да никакая, нет такого закона. А шум-то какой, представляете? Ну вы бы, конечно, как люди просвещенные, журналисты, это люди же с перьями, правда? А раз с перьями, скажем, я бы сейчас вот сейчас раз вас и облил, а вы бы сразу ректору, уважаемый. Вот у нас была лекция, я смирно сидела, слушала лекцию. Создали комиссию. В комиссию кто войдет? Ваши друзья или мои друзья? Приятно вот иметь дело с умными людьми, это во-первых. Во-вторых, но с меня все равно потребует объяснение. Что я буду объяснять? Объясняю. Читаю я лекцию. И передо мной сидит вот симпатичная студентка. Я смотрю, она вся побелела. Вот мы с ней так обсуждали, вся побелела. Думаю, сейчас потеряет сознание. И раз! И она не упала, не потеряла сознание. Взяла и написала на меня телегу. Я сейчас за это безобразен и так далее. И все. Это вот эти трюки Жириновский проделывает регулярно, потому что он постоянно ведет выбранную кампанию. Я в свое время был членом конституционного совещания, и там Жириновский понуро, поскольку там ничего не записывали на видео, он ходил и раздавал проект конституции ЛДПР. Как серьезный человек. Он серьезный, и звание у него воинское есть, достаточно высокое. Генерал. Так что это разные вещи, так сказать. Он на публику работает, он заведет выбранную кампанию. Причем не особенно заботится о количестве выступающих, он сам ее проводит. Так что у него хорошее место. Ну кто голосовал за ЛДПР, что пойдет голосовать за коммунистов, или плюнет и будет за Единую Россию? Нет, конечно. Поэтому, если вот недавно были только что парламентские выборы, так по итогам, что неужели непонятно, что вот все эти три партии, Единая и Справедливая, две партии, их набирается больше двух третей голосов. Вот они обеспечивают голоса действующему президенту. А как вот писали, идешь в университет, написано, такого-то числа выбор президента. Не президентские выборы, а выборы президента. Значит, кого выбираем президентом? Президента. Что тут непонятно? Вот и избираем. 70%. Дальше идет кто? Дальше идет... Кто на втором месте? На втором месте может быть либо ЛДПР, либо КПР. ЛДПР сказали сейчас не высовываться. Почему? Потому что это же буржуазная партия. Она, если будет высовываться, она тянет голоса от действующего президента. Поэтому сказали особенно не активничать. И он и не активничал. Вы заметили? На этих президентских выборах Режневский не очень активничал. Особо не отбирает голоса у Путина. Значит, на второе место выходит кто? Представитель КПР. Кого? Какой? Какой поставят? А там тоже. Вот поставили миллионера. И те же самые деятели, которые считают себя коммунисты, проголосовали за миллионера. Который никак не может посчитать, сколько у него счетов, и куда-то спрятать 5 килограммов золота, которое у него там за границей находится в австрийском банке. И вот за это там люди голосуют. Потому что это такое, инерционная такая машина. Ну, на третьем месте Жириновский. А дальше пошли уже мелкота всякая вроде товарища. Кто у нас там от партии «Яблоко» выступал. Ну вот, и собственно, и все. И вот люди смотрят, кто. И все смотрели, смотрели, кто победит на выборах. Потом я смотрю, уже выборы прошли, и продолжает увеличиваться количество этих самых людей, которые посмотрели этот ролик. А почему? Потому что решили проверить, а что он говорил. Ну, что я и говорил, то я и вам сейчас рассказал. Это и про будущие выборы также верно. Верно то, что тот, кто находится у власти, тот и выиграет. Класс, конечно. Но менять варианты могут быть. Место единое, может быть, справедливое. Ну, в Соединенных Штатах Америки сколько правящих партий. Это какого класса партии? Демократы и республиканцы. Это какого класса партий? Пролетрията. Крестьянство. Ну, чьи это партии? Это партия в Буржазии. Вам надоело голосовать за Демократов? Голосуйте за Республиканцев. Вам надоело голосовать за Республиканцев? Голосуйте за Демократов. Красота. И кто победит? Люди наивные думают, победит. Вот республиканцы победят или демократы. Ну класс какой победит? Какой господствующий такой победит. Поэтому мы не потому говорим, что нужно вот эту теорию классов и классовую борьбу применять, которую, кстати, разработали французские буржуазные историки. Что она вот кому-то нравится. Ну потому что она довольно глубокая, эта теория, и она объясняет эти вещи достаточно хорошо. И она устраняет всякие иллюзии такого рода, что вот сейчас чудеса произойдут в политике. В политике чудес не происходит. Почему? Потому что государство, как мы только что выяснили, что вы не успели подойти, а мы уже выяснили, что государство – это орудие, это организация силы господствующего класса. А поскольку класс господствующий, то он не ограничен никакими законами, потому что он сам законы эти творит и сам их утверждает, ну оформляет с помощью всеобщего голосования. Оформляет. Поэтому он никакими законами не ограничен. А раз он не ограничен, то все будет по закону, и по закону он будет продолжать существовать. А власть не ограничена законом, как называется? Вы еще не были тут, а вопрос я задавал, и вам теперь такой задам. Как называется власть не ограничена никакими законами? Вот если бы моя власть никакими законами не была ограничена, я бы был кто? Не говорите ей. А? Я хотела сначала, потому что это анархия. Какая же анархия? Анархия – это когда вы одно, я другое, каждое свое. Никакого порядка нет. Анархия – мать порядка. Анархия – это значит все в разные стороны. А тут порядок. Моя власть над вами не ограничена никакими законами. Экзамены запомнили когда? Экзамен 5-го числа. Вот я буду ставить оценку вам, и моя власть в постановке оценок не ограничена никакими законами. Понятно вам? Никакими. Я буду ставить. С вами обсуждать не буду. Вот что вы поставите? Это что такое? Это ужас вообще. Это же кошмар. Вот представьте себе, это же полный кошмар. Вот вы гражданка, и я гражданин. Один гражданин ставит, а другой вообще ничего не может. Вот и вы вроде как виноватые ко мне придете на экзамен, а я как бы вот судья. Ага, а вот это что? А как называется власть, не ограничена никакими законами? Ах, не отвечай. Раз. Что это такое? Диктатура. Ну, знакомое слово, да? Вот мы уже говорили на эту тему. Когда к незнакомому слову придешь по такой дорожке, нестандартная, это запоминается. То есть диктатура, это определение, можете записать и запомнить на всю жизнь. Диктатура, это власть, не ограничена никакими законами. То есть как бы вроде бы вот моя власть будет на экзамене ограничена. Как бы. Но на самом деле, вы же понимаете, если вот что происходит, допустим, вы недовольны, пойдете жаловаться. Куда вы пойдете? В директор. У вас директор или декан? Декан у вас, вы еще не продвинутый, мы уже продвинутый, у нас уже директор. Знаете, в чем разница? Директор у вас? Уже директор. А, это значит, вы не продвинутый. Директор школы. У вас же школа, вы что, у вас же не вуз. У вас школа. У нас еще есть школа менеджмента. Особенно богатая школа, потому что у нее на Волховской вот здесь помещение, на переулке декабристов 16 и Михайловская дача в Петергофе. Особо богатая школа. А журналистика уже менее богатая школа. Но она уже делилась, факультет журналистики разделялся, соединялся и так далее. А у нас институт, я работаю в институте философии. А еще в нашем здании институт истории. А в чем разница, знаете? А в том разнице, что вот возиться с этим потом, с ученым советом, который избирает декана, не хочется, потому что он упрется и не даст его снять. Или назначить другого. А если директор я? Я решил, вот, вы поработали уже директором? Все, достаточно, вы теперь директор. Чувствуете разницу? Гораздо удобнее для управления, для вот этой вертикали власти, удобнее иметь директора. Но смысл-то все равно тот же самый. Вы же понимаете, хоть там повозятся, но все равно решение будет примерно то же самое. То есть надо видеть, что всякая демократия, всякая демократия, есть форумы, диктатуры. Какого класса? Господствующего или подчиненного? Господствующего класса. Поэтому не расстраивайтесь, все будет хорошо. Как надо господствующему классу, так я и буду у вас принимать. Все нормально, потому что я здесь не от своего имени нахожусь. Это же государственный университет, кому принадлежит? Государство. А диктатурство у нас какое? Буржуазное. Я буржуазии поставлен над вами, чтобы влезти интересы буржуазии. Кто будет мне плохо знать, что такое диктатура? Два. Вот примерно так это выглядит. Вот это мы усвоили. Государство, это всякое государство, это надо запомнить на всю жизнь. И вот чтобы вас никогда в жизни не обманывали, что всякое государство – это диктатура господствующего класса. И если, скажем, это социалистическое государство, вот все красное, красные флаги и так далее, все красиво, серп и молот. Это диктатура. Это же диктатура пролетариата. Ничего мы не знаем, что ли? Но диктатура – это сущность, а форма, вот советская власть, вот там все есть и рабочие, и крестьяне, и интеллигенция, все они – это наша общая власть, это наша общая власть. А диктатура чья? А диктатура господствующего класса. А кто господствует при социализме? Господствует рабочий класс. А если рабочий класс не господствует, то нет социализма. То есть вот разрушение социализма началось с 1961 года с выбрасыванием диктатуры пролетариата из программы правящей партии, которая была сделана Хрущевым на съезде, а по безграмотности все участники 22-го съезда за это проголосовали. Вот вы так вот не будете уже действовать, потому что вы-то тут образованы, и вы знаете, что такое власть, всякая власть, диктатура класса. Поэтому выкинешь диктатуру, получишь другую диктатуру, а не эту, только и всего. Без диктатуры не обойдешься. Пока есть классы, будет какая-нибудь диктатура. Или этого класса, или другого. Не хотите рабочего класса, будет буррази. Но назад мы не пойдем. И чтобы капитализм превратился в феодализм, такого не бывает. А вот социализм может в капитализм превратиться. Почему? Потому что это не разве это коммунизм, не полный, с отпечатками старого строя. Так что он может превратиться обратно. Идет движение вспять. Хотите, чтобы была диктатура пролетариата, как вы тут заикались, боритесь. Вам никто не мешает бороться. Наш строй буржуазный, свободный. Все идеологии у нас присутствуют, вы можете бороться свободно. Счастливый путь. Тем более у вас в руках ни газета, ни телевидение, ни радио. Боритесь. Посмотрим, кто победит в этой борьбе. Ну вот мы с вами таким образом, надеюсь, усвоили, что государство – это классовое понятие. Классовое. Что это организация господствующего класса. И это по сущности диктатура господствующего класса. Но у государства имеется форма. Форма может быть или демократическая, как при рабовладении, или аристократическая. Вот если у нас с вами сейчас было бы государство феодальное, то я уже каким классом поставлен? Благородно. Вот мы благородно и управляем. А вы, если не благородно, и вы подчиняете. А если вы благородно, и вы управляете. А вы меня просто с себя назначили, преподавателя. И, так сказать, оплачиваете преподавание. И все. Правильно. Были же домашние учителя. И дети феодалов не обязательно учились в школе. Они могли нанять, так сказать, каких-то там ведущих специалистов в соответствующих областях. И воспитать своих детей вполне образованными людьми. А если это буржуазный строй, хотите бесплатное образование, хотите, платно поступайте на юридические пути. 240 тысяч в год заплатите и будьте здоровы. Вам вообще, у вас тут демократия, у журналистики. У нас закрыли уже вечернее отделение, заочного нет, у них вечернего. Если какой-нибудь рабочий или крестьянин вздумает учиться, деньги собирай. Ну или иди на дневное, поступай. У нас есть бесплатное дневное. А вечернего нету. Был завод в ТУЗ. При металлическом заводе рабочие могли, прямо рабочие, инженеры из этого завода могли. Вот закончился рабочий день, они пошли прямо в помещение соседнее и там занимаются. А тут придумали очень хорошую форму у вас на журналистике. Очень на заочные. То вы есть, то у вас нет. Вроде как даже ожидать нельзя, придут студенты или не придут. Потому что очно-заочные, это что значит? Они где-то или тут, или тут, или там. Потому что если вечернее, то должны вечером приходить. Если дневное, то днем. А если очно-заочные, по-моему, это по логике вещей, они могут быть, могут не быть. Правильно я вот рассуждаю? Поэтому вот вы как-то так прокрались, дескать, вы опадали. Не знаю, вы просто в соответствии со статусом действуете. Очень правильно. И я в соответствии со статусом, я слово вам не скажу против. Правильно же? Вот вы захотели раньше прийти и пришли. Не то, что захотели. Может, что здесь обстоятельства? Обстоятельства сейчас какие? Такие, что нам в жизни очень дают возможность прийти туда, куда хочешь, тогда, когда хочешь. Это тоже мы прекрасно должны понимать. И мы в этих условиях живем, в таких, которые есть, а не в тех, которых нет. Ну, раз это вот организация силы, которая обеспечит диктатуру, то какой вот самый инструмент, главный обеспечения этой диктатуры? Скажите, пожалуйста. Какой самый главный государственный инструмент? Чтобы все было в порядке. И то, что я говорил, это были не просто пустые слова. А кто за моей спиной стоит? У нас же государственный университет. Вот кто? Какая сила? За моей, конечно. Я же преподаватель на работе. Вы-то учащиеся. Я на работе. Я государственный человек. А вы-то учащиеся здесь. Я диктатуру туда осуществляю. Что за моей спиной стоит? Ну, какая сила? В государстве, в устройстве... Так что в нем, какая сила самая главная? Эта сила должна быть какая? Вот мы в самом начале с вами разбирали. Вооруженная должна быть сила или не вооруженная? А? Ну, если вы сейчас вот что-нибудь разобьете или убежите, значит, кто за вами погонит? А? Вооруженная. Как называется эта сила вооруженная? Она так и называется. Вооруженные силы. Вооруженные силы. А короче, одно слово. Одно слово для вооруженных сил. Можете сказать? Какая у нас есть сила в государстве, в нынешнем, которая представляется вооруженной силой? Ну, как она называется? Армия. Спасибо большое. Вот голова. Это мы учтем на экзамене. Армия. Что, против армии пойдете? Армия стоит. Причем армия состоит из двух частей. Армия, которая для отражения внешних угроз. Да? Обычно ее и называют. А внутренние войска вам знакомы? Вот такие красивые машины с решетками ездят. Не были еще в таких машинах? Не катались еще? Вас не возили? Но это, как у нас говорят, от тюрьмы и от сумы, не зарекайся. Могут и не посадить, могут и не покатить, а могут и прокатить. Все зависит от чего. От нас? Не только от нас. Ну и от того, какой... Ну класс же он осуществляет свою диктатуру. Как вот будет, как надо будет, так и сделает. По обстановке. В случае чего, бывает такая обстановка, какой-нибудь район объявляется в чрезвычайное положение. В Касавюрте, допустим, или где-нибудь в Дагестане. Да? И что тогда там происходит? Тогда там стреляют и убивают боевиков. Вот у меня такое представление. А вдруг вы боевичка какая-нибудь? Сейчас раз тогда это самое здесь, чрезвычайное положение. Вот в этом только районе ограничено средним проспектом и большим проспектом. Тут вот первая линия, а там вторая. На третьей линии Владимир Владимирович родился. Родители живут, да? Жили? Родители Путина. Помо на третьей линии. Вот в этом квадрате. Объявляется чрезвычайное положение. А что такое чрезвычайное положение? Все эти законы там ваши демократически не действуют. И здесь приходят люди под белые руки вас. И вот вы эти прекрасные автобусы. И куда везут? А я попросил вас отвезти домой, чтобы вам быстрее было. И все. И вас отвезли домой и отпустили. Может такое быть? Но вы себе представляете, что вот так в некоторых районах так и действует. Ну как в Дагестане? Вот в Дагестане. Вы читаете газету. Там написано. Объявлено чрезвычайное положение. Потому что там кто-то засел где-то. Это вот в обычном праве, значит, есть у вас презумпция невиновности. А если чрезвычайное положение, сначала вас застрелят, а потом скажут, предположительно, вот боевичка была. Может, меня застрелят. Я тут ничего не гарантирую. Всяко бывает. Знаете, так. Может, вы обратитесь в соответствующие органы, и они объявляют чрезвычайное положение, будут отлавливать этого преподавателя, и он при попытке к бедству уничтожен, злодей. Но если мы говорим о диктатуре, это у нас закон о чрезвычайных положениях позволяет это сделать. Не только уже во всей стране. Но вот была такая ситуация в 93-м году. Когда у нас стреляли по парламенту. Парламент – это высший орган в буржуазной республике? Высший или не высший? Кто выше, парламент или президент? А? Президент. Президент – это парламент же законный издает. А президент – только указы. Что выше, закон или указ? А? Закон. Закон, конечно. Вот Конституция, зато законы, федеральные. После федеральных законов идут только после законов указы президента. А это уже уровень. Первый уровень – Конституция. Второй уровень – федеральные конституционные законы. Две трети надо, чтобы за них проголосовали. Третий уровень – обычные федеральные законы – ФЗ. А четвертый уровень – указы президента. Четвертый уровень. И вот гражданин Ельцин, указы которого четвертый уровень, будущий главнокомандующим вооруженных сил, мы не случайно с вами говорили о вооруженных силах, вооруженные силы у вас в подчинении или у президента? Президент. Он, значит, сказал, привезите четыре танка и лупите по окнам. Приехали четыре танка и стали бить прямой наводкой по Белому дому. Вот вам, пожалуйста. Это вооруженная сила. Но мы же с вами говорили, что власть не ограничена никакими законами. Иногда это проявляется, иногда это не видно. А что должны делать люди, которые это изучают? Они должны понимать, что не все, что проявляется так или иначе, не все это видно. Не все наверху. Потому что есть форма проявления, а есть сущность. Диктатура правящего класса – это сущность государства. Она не обязательно проявляется на поверхности. На поверхности мы друг друга приветствуем. А по сущности у нас диктатура. На этом мы делаем перерыв, как положено, во всех спектаклях. На интересном месте. Десять минут перерыв. Продолжение следует... Разговорив на патимин. Десять минут. Разговорились. 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 Ça может быть проходить. Когда расс dispels